Сегодня мы будем говорить о 27-й театральной премии «Парадис». И у нас в гостях Юлия Чурилова, руководитель творческого отдела Новосибирского отделения Союза театральных деятелей России. Дарья Флеенко, член жюри премии «Парадис» в конкурсах «Драматический театр» и «Театр для детей». И Юлия Щеткова, член экспертного совета конкурса «Драматический театр» и член жюри конкурса «Театр для детей». Здравствуйте! Слушайте, 27-я премия – это так-то много получается. У нас уже театральных сезонов успели зацепить. Премия «Парадис» на самом деле когда-то была названа даже старшим братом «Золотой маски», потому что она случилась раньше. Была придумана раньше в Новосибирске, чем национальная российская премия. И до предыдущих два года мы делали перерыв. Последняя премия была вручена в 2013 году. И в 2016-м, благодаря поддержке мэрии города Новосибирска, она возрождена. Давайте сразу, чтобы зритель понял, насколько серьезно, но вот я беру сейчас приз, я так понимаю, это награда, ощущая его вес на самом деле, насколько серьезно и почетно получить вот эту премию. Что для Новосибирска премия «Парадис»? В Новосибирске существует, как вы знаете, 9 государственных театров, то есть больших театров системно работающих, как музыкальных, так и драматических, и кукольный театр. Шесть драматических театров. Конкуренция высочайшая. Каждый театр за сезон. В театре мы измеряем время сезонами, как учебный год с сентября по июнь. Каждый выпустил по 3-4, а то и 6 премьер. Все это отсматривает экспертный совет, чтобы потом предложить жюри самые достойные работы. То есть, получается, все премьеры, прошедшие за сезон, участвуют в премии? В этом году у нас три отдельных конкурса по положению премии «Парадис». Это драматический театр, музыкальный театр и театр для детей. В драматическом театре у нас существует экспертный совет, в который входят театральные критики, театроведы города Новосибирска. Экспертный совет, посмотрев весь сезон драматический, при помощи театров составил афишу, собственно, те спектакли, которые уже участвуют в конкурсе и которые сейчас смотрят жюри. Как проходит от смотра спектаклей? Тайком пробираются театроведы? Давайте спросим театроведов. Да, давайте спросим. Нет, конечно, мы не пробираемся в театры тайком. Экспертный совет состоит из местных театральных деятелей, те, кто могут посетить спектакли в любое время. Мы весь сезон отсматриваем спектакли, потом собираемся и пересматриваем спектакли, чтобы освежить впечатление, уже потом отбираем, делаем выбор. Я так понимаю, есть еще и дополнительные номинации в каждой категории, собственно. Какие номинации в драматическом театре? В драматическом театре 8 номинаций представлено. Это лучшая режиссура, лучшая сценография, лучшая первая роль мужская, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана, дебют и специальная премия жюри. А как вообще можно среди такого количества, в принципе, наверное, драматических спектаклей, которые оцениваются, определить еще такое количество номинаций? Не путается, потом взгляд не замыливается, тем более 27, я напомню, да? Число 27, 8 номинаций, сколько спектаклей драматических, огромное количество. Люди меняются, наши эксперты в этом году не работают 27 лет. Нет, я понимаю, но все равно, даже если ты работаешь первый сезон, все-таки очень много спектаклей, очень много номинаций, вот как-то определить, как для себя разграничиваете, что плохо, что хорошо. Все-таки искусство. Поэтому все очень интуитивно, но мы стараемся учитывать при отборе экспертного совета, чтобы эти спектакли были, жюри потом могло оценить с точки зрения и ролей, и актерского ансамбля, с точки зрения режиссуры, художественные какие-то находки. Мы, конечно, хотели бы, чтобы в афишу входили спектакли, сделанные современным театральным языком, чтобы это были спектакли, которые действительно на карте города какое-то место заняли и являются важной частью этого сезона. Те спектакли, без которых невозможно представить прошедший сезон. Какие спектакли лично вас в драме удивили? То, что посмотрели, то, что действительно как-то зацепило? Ой, ну прошлый сезон был вообще очень таким насыщенным, и было много спектаклей, которые и зацепили, и удивили, и все они, собственно, благодаря экспертному совету, вошли в результате в афишу «Парадиза», потому что отобрано было шесть спектаклей для конкурса, для участия в конкурсе, которые будут, собственно, жюри оценивать. Но о своих пристрастиях я говорить не буду, потому что я должна, наверное, хранить на ней некую интригу. Но, скажем, давайте просто пробежимся спектакль, который, может быть, захватил больше всего сюжетом, вот сюжетом, тем, как он был реализован на сцене. Мне кажется, мы можем говорить о том, что Новосибирский драматический театр сейчас на каком-то пике все-таки находится активности, яркости. То есть мы сейчас самые классные. Да, мы на самом деле классные. Мы очень классные. Классный сезон у нас был прошлый, и этот тоже уже обещает быть хорошим. Да, и на самом деле предложение для зрителя в современном Новосибирском театре просто миллион на любой вкус, как в драматическом, так и в музыкальном. То есть можно выбрать повеселее и поувлекательнее. Давайте тогда так, да. Что повеселее и поувлекательнее посмотреть? Из предложенного, из как раз того, что участвует в театральной премии? Или там только все грустное участвует? Нет, конечно, у нас нет грустных или веселых спектаклей. С этой точки зрения просто нет. У нас немножечко другие критерии в художественном плате. И что любопытно, номинанты на премию «Парадиза», они в принципе совпадают с номинантами других премий. Допустим, спектакль «Три сестры», вошедший в афишу «Парадиза», он также уже отмечается как номинант на соискание премии «Золотая маска». И уже объездил какие-то фестивали и, естественно, еще поедет. Кроме «Международное признание». Да, спектакль «Старого дома», например, «Сиротливый запад» победил на Макдонаховском фестивале в Перми. Собственно, в том театре, где впервые были поставлены пьесы Макдонаха. Спектакль «Недоразумение» «Старого дома», опять-таки, уже съездил, имеет фестивальную судьбу, хотя премьера его была относительно недавно, в июне. К сожалению, в этом году нет в афише спектакля «Глобусы», но они тоже рассматривались и входили в лонглист «Золотой маски». Давайте перейдем к музыкальной номинации, к номинации музыкального театра. И я, насколько помню, там очень большой, так скажем, список, и из этого списка практически все это Новосибирский театр оперы и балета. Ну, да, для любителей музыкального театра и ценителей, в общем-то, тоже сезон был очень насыщенным. Оперный театр в прошлом году выпустил 11 премьер. А, то есть, вот именно потому что 11 премьер, именно поэтому их там много. Да, то есть, правила конкурса несколько различаются у нас в драме, в музыке и в детском театре, потому что разное количество театров, разное количество экспертов у нас в городе, да, в области драмы, там, или музыки, и все это влияет на организацию конкурса. Да, в конкурсе «Музыкальный театр» получилось так, что в этом году участвуют все премьеры наших двух музыкальных театров. Это театр музыкальной комедии, театр оперы и балета. И если в музыкальной комедии мы увидели три премьеры в прошлом сезоне, это «Одиссея, Капитана Блада», «Морица» и «Восемь любящих женщин», то оперный театр представил целых 11. Конечно, вот музыкальный конкурс – это такой компромисс, потому что два театра – опера и балет, и оперета или мюзикл – жанры, которые, в общем-то, сравнивать довольно сложно, поэтому, может быть, и невозможно. Я не знаю, как будут принимать решения эксперты. Да, то есть, это та еще задачка. Уважаемые эксперты, как будете принимать решения? Мы не входим в эксперты музыкального театра, поэтому можем посочувствовать, мы же бороться в процессе и получать удовольствие. У нас же детские… Можем только посочувствовать. Хорошо, на самом деле, тогда перейдем к вашей зоне ответственности. Это театр для детей, и в театре для детей тоже есть определенного рода сложность. Это выступление, ну, так скажем, живых артистов, и кукольный театр, который принимает участие. Музыкальный театр тоже принимает. Кто-то еще? Музыкальный театр тоже. У нас сложнее. У нас кукольные спектакли, драматические спектакли, мюзиклы и даже балет. Это у нас вот такой набор. Но зато мы знаем, что у нас есть куда сводить детей. Нет, на самом деле, а как вот здесь тогда себя вести? Потому что, ну, жанровое просто разнообразие, и определять среди них кого-то что-то как-то, это я не знаю. Это будут жаркие споры, потому что раньше детские номинации входили в парадист на правах дальнего родственника. Это была там номинация, допустим, лучшая роль в детском спектакле, или они вообще входили, оценивались наряду со взрослыми. И, конечно, смотрелось это очень забавно, когда, допустим, спектакль по Чехову, спектакль по Горькому и Три поросенка. Естественно, у детских спектаклей не было шансов. И в этом году у нас большая радость, потому что наконец-то появился детский парадист. И мы надеемся, что это немножко стимулирует наши театры для того, чтобы пополнять афишу детскую, театральную афишу регулярнее, и театры со спектаклями высокого художественного уровня. Ну, а, кстати, вот здесь проблема того, что спектаклей детских не так много получается, и вообще, в принципе, у нас в Новосибирске, это проблема того, что детский театр не актуален, дети пошли, которые не смотрят театр, или он не интересен актерам. Почему так происходит? Нет, эта проблема, скорее, связана с бюджетом, потому что, к сожалению, детский репертуар формируется у нас по остаточному принципу. Понятно, что целевая аудитория большинства новосибирских театров – это взрослые люди, только областной театр «Кукол» и молодежный театр работают с детьми не только на каникулах или в выходные дни. Остальным театрам остается спектакль ставить в свободное время. Естественно, для них это не вопрос окупаемости стоит, вопрос, кому продавать, как собирать этого зрителя. Поэтому театры формируют взрослую афишу, и когда у них остается свободное время, свободное средство, они уже занимаются детскими спектаклями. Я знаю, что проходит голосование, в котором могут принять участие жители города Новосибирска, это так называемый приз зрительских симпатий. Как проходит голосование, где можно принять участие? Да, в онлайн-голосовании мы призываем всех зрителей принимать участие и оставлять свои симпатии в музыкальном театре, в театре для детей или в драматическом театре. Все это голосование размещено на сайте театрального журнала Новосибирского «Около». Можно найти ссылки на него в группе ВКонтакте или в Фейсбуке на страничках театральной премии «Парадиз». Здесь есть какая-то защита от мошенников, от любителей подголосовать за один спектакль миллион раз. Насколько я знаю, с одного IP-адреса, в общем, проголосовать можно единожды. Потому что в каждом конкурсе один раз. Да. А регистрируются ли как-то участники голосования, зрители? Нет, любой желающий может зайти на сайт и выбрать, проголосовать, выбрать спектакль, нажать и... То есть, в принципе, если я даже не видел спектакль, я могу по названию примерно определить, ага, вот это что-то странненькое, это для меня прям самотно. Ну, особенно если вас попросят об этом ваш друг-актер. А, то есть и такое бывает иногда. Возможно. К сожалению, усиленная защита, если делается с регистрацией, она отбивает желание у многих зрителей. Но некогда заморачиваться. Вот там не соберешь красоту. Да, да, да. Поэтому вот остается единственное надеяться на совесть участников. Кстати, я где-то в группе натолкнулся на информацию о том, что приз зрительских симпатий выручает кто-то из зрителей. Это вот правда, неправда? Ну, то есть, честь такая выйти мальчику 6 лет и детский приз зрительских симпатий вручить именитому актеру. Сейчас мы думаем, что пригласим для вручения клуб зрителей Новосибирска существует, которые проводят встречи с актерами, с любимыми периодически, по-моему, с дирижерами в разных-разных жанрах. Вот. Ну, идея с мальчиком... Хорошая. Хорошая, да. Я тоже сижу дома. В принципе, такое возможно. Да, да, да. И все-таки, наверное, хотелось бы затронуть вопрос оценки, в принципе, творчества, театрального творчества. Основные критерии, по которым все-таки спектакль можно считать. Вот действительно классным. Вот, наверное, начнем с вас. Ну, мне кажется, в театральном деле довольно редко, но такое случается, когда совпадают оценки экспертов и зрительские симпатии, скажем так. Часто мнения расходятся. Зритель ищет чего-то более развлекательного, критик ищет чего-то более сложного, эстетически придуманного, глубокого и так далее. Ну, наверное, прежде всего, критерии – это современный театральный язык и какая-то целостность художественного высказывания. Про что это, зачем это. Да, театр рассказывает историю. А почему именно эту историю? А почему сегодня? А кому? То есть актуально должно быть? Или не обязательно? Ну, обязательно мы имеем в виду актуальность к какому-то, не знаю, социально-политическому контексту. Просто актуальность течению времени. Ну, как бы невозможно же поставить одно и то же, один и тот же текст сегодня, в 2010-х, как 50 лет назад. Ну, да. Вот. Ну, как бы речь скорее об этом, наверное. А если и поставить, то реакция будет не та, которую ожидают любители традиционных, так сказать, форм, скорее всего. Сегодня, как бы, ну, по крайней мере, в театральном обществе популярна тема обсуждения интерпретации классики, насколько ее можно интерпретировать, и нужно поставить, как написано, Пушкин, Островский, Чехов, там, и так далее, Достоевский. Что такое, как написано? То есть эта дискуссия не утихает. Возможно ли в 21 веке поставить Достоевского или Пушкина, как он написан? Что это значит? У меня есть такое ощущение, что, наверное, уже никто так не ставит. Или все-таки есть любители вот прям по тому, что есть? У нас в Новосибирске есть, кстати, такие спектакли, которые вот стопроцентный оригинал пьесы. Ну, оригиналом пьесы он не может быть, потому что мы даже не знаем. Собственно, далеко не все первые постановки пьесы сохранились записи о том, как это было. И чаще всего люди, ревнители традиции, они говорят о своем представлении. Что им кажется, что должно быть так. Люди должны выходить в таких костюмах. То есть это все равно интерпретация, все равно что объективно это все достаточно. Конечно. Это столкновение просто разных видений. Видения режиссера и твоего собственного. Ну, и это да, разный текст. Вот текст, авторский текст и сценический текст, куда входит и работа актера, и режиссера, художника. Большого-большого количества людей. Огромного количества людей. Ну, хотелось бы узнать от вас, для вас лично, главные критерии хорошего спектакля. Неважно, в какой, собственно, номинации он участвует, а вот именно действительно классный, хороший спектакль. Это очень сложный вопрос, на него очень сложно, легко ответить, так скажем. Но, ну, во-первых, конечно же, это профессионализм всех участников. Это ясность режиссерского высказывания, внятность посыла, который режиссер пытается сформулировать для зрителя. Это какой-то авторский взгляд, возможно, на пьесу, в интерпретации. То есть что нового, почему именно ты именно вот этот текст берешь вот именно сегодня. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, актерская реализация, да, на достойном уровне. Потому что если актеры не могут воплотить замысел режиссера, то, как правило, это какой-то провал происходит, какой-то конфликт возникает. Вот. Ну, и если говорить о конкретно конкурсе, то, наверное, для вот жюри Новосибирского важно оценивать в контексте. То есть вот место этого спектакля, участника конкурса, не только в контексте, собственно, театра, да, то есть стал ли этот спектакль новым каким-то шагом, да, в развитии театра, или не стал, или это какое-то продолжение чего-то, чего-то уже существующего. И в контексте города. То есть вот какое место этот спектакль занимает вот на театральной карте, как уже правильно Юлия говорила, города. Для жюри, которое приглашено, для членов жюри, которые приглашены из других городов, наверное, будет важно рассмотреть эти спектакли вот в контексте более широком, в контексте российских каких-то, да, новых постановок и так далее. Но, конечно, всегда в оценивании есть доля субъективизма, да, то есть есть доля, всегда есть доля каких-то личных, личных предпочтений, да, есть люди, которым больше нравится, ну, которые стоят на консервативных позициях, есть люди, которым больше нравятся поиски современные какие-то экспериментальные формы. И здесь невозможно говорить о том, что вот это хорошо, а это плохо. То есть это всегда есть вот такие качели, всегда есть какой-то зазор. Но здесь тогда будет вернее ориентироваться на свои чувства и эмоции, когда ты смотришь, как зритель, ну, можно так сказать, или все-таки на профессиональные критерии? Конечно, на профессиональные, но мы исходим из того, что все-таки в конкурсе участвуют уже отобранные спектакли, да, и, соответственно, они уже соответствуют профессиональному какому-то уровню, вот, скажем, требованиям, да, профессионализма. Поэтому вот при оценивании в конкурсе, наверное, будет уже такая битва мнений, да, битва взглядов. Но на самом деле не так много времени вам осталось на то, чтобы биться мнениями. Дело в том, что в понедельник-то уже будут, вот, собственно, премию «Парадиста» выручать, поэтому мы еще раз с вами встретимся, поговорим о том, как это будет происходить, подведем итоги 2015-16 театрального сезона. Ну, а вам, дорогие телезрители, я напомню, что сегодня у нас в гостях были представители театральной премии «Парадист». Это Юлия Чурьёва, Дарья Флиенко и Юлия Щиткова. Спасибо вам большое, до встречи в понедельник. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!